Ребят, добрый день! Вы снова с нами на канале Гаганпоинт И сегодня мы вам расскажем об определенных вещах, которые стрелок должен знать 100% и которые должен понимать Стрельба, в общем, милитари стрельба, то есть это спорт или более военное направление Это, скажем, не есть просто нажатие на спусковой крючок и понимание каких-то там вот нюансов по калькулятору Это, скажем так, большой комплекс знаний, которые зависят один от другого Благодаря которым мы можем удачно стрелять, удачно работать, включая даже на дальние дистанции В сегодняшнем видео мы бы хотели открыть небольшой цикл видео, простите за автологию О навигации Навигация это очень важная часть всего стрелкового комплекса То есть человек должен не только уметь нажимать на спусковой крючок, а и знать вещи, касающиеся навигации Где он? Куда ему идти? Даже всем известная сила Кориолиса и то зависит от навигации Потому что совершенно разные поправки, если мы стреляем с севера на юг и с юга на север Это тоже нужно знать И вот чтобы в этом тоже ориентироваться и понимать, мы будем показывать и работу с картами И многое другое Но этим видео мы хотим вам показать и рассказать о очень важной составляющей этого всего Это о компасе Огромное их количество видов есть Более дешевые, более дорогие, военные, артиллерийские и т.д. и т.п. Но об этом вам поподробнее расскажет мой друг, мой товарищ, мой коллега по каналу Который частенько находится с той стороны камеры Дима Поэтому я передаю слово своему другу В дальнейшем видео он вам все это покажет Я рад всех приветствовать Как Серега уже сказал, сегодня у нас тема про компаса Тема эта вводная Я расскажу довольно поверхностно об этом Прежде всего хочу сказать, что Как уже было сказано, я дополню Серегу Нам необходимо знать навигацию дополнительно к стрельбе Потому что это комплекс мероприятий и знаний, которые нам необходимы Мы пользуемся навигацией на выходах Чтобы дойти до цели, дойти до точки Если это более милитарь направление Мы пользуемся навигацией для того, чтобы задавать сектор стрельбы Задавать сектор обстрела Нам нужно указывать это в градусах А соответственно мы должны знать, как пользоваться компасом Также, например, понятие угловая минута к нам пришла именно из навигации У нас есть компас, в котором есть 360 градусов от 0 до 360 И 1 градус равен 60 угловым минутам В свою очередь угловая минута делится на угловые секунды Но нам это сейчас не надо, это уже углубление Что я могу сказать про компаса Если в общем, начиная с общего То компасы бывают разные Прежде всего мы должны понимать, что для нашего, скажем так, полушария Для нашего конкретного местонахождения Нужны конкретные компасы И, например, на северном полюсе или на южном полюсе Эти компаса работать не будут Поэтому на это вам стоит тоже обратить внимание Если вы человек с большим достатком И решили купить себе самый крутой компас, который есть на рынке И самый дорогой То обратите внимание на то, на какую конкретную область нашего земного шара он рассчитан Потому что есть специальные экспедиционные компасы для какой-нибудь тайги Например, там на севере нашего полушария Либо, опять-таки, на северном полюсе Они сделаны специально, чтобы указывать правильное направление Для нас эти компаса, скажем так, избыточно Ну, они нам не нужны Вот так скажем Теперь, что у нас есть сейчас представлено из того, что у нас есть Чем пользуемся мы И на чем у нас есть опыт О чем мы хотим рассказать Значит, компас это прибор Который нам показывает самая основная его функция Это указание на север Если у нас есть точка отсчета От нее мы можем отчитать любую другую точку И любая другая точка направления у нас указывается в градусах То есть, если мы идем на север То это 0 градусов Если мы идем на юг То это 180 градусов Половинка от 360 Соответственно, если мы идем на запад То это у нас 270 Если мы идем на восток То это у нас 90 То есть, мы делим на 4 Опять-таки, возвращаемся к геометрии Которая тоже необходима в данном случае Теперь, если мы говорим про компас То самое главное, что он показывает Это направление Но, кроме направления Компас нам нужен еще и для того, чтобы определять расстояние, которое мы прошли Чтобы определять угол, под которым мы идем более точно И для того, чтобы держать курс Когда мы движемся И для этого как раз подходят не все компаса Или не все компаса подходят одинаково хорошо Если у вас есть компас маленький Знаете, такие на торце ножа Или там где-нибудь на брелке Или еще чего То максимум, что вы можете от этого компаса добиться Это конкретно направление То есть, например, если вы знаете, что на севере от вас есть река И вы примерно идете в сторону севера Вы доходите до реки Да, вы достигли реки Но в какой точке реки конкретно вы вышли Это нужно будет ориентироваться уже на местности Эти компаса мы не рассматриваем Сейчас у нас представлены стандартные компаса Которые у нас есть на рынке Начиная от компаса Адрианова Старый советский компас Он у нас, скажем так, с воздухом внутри И это у нас стрелка, которая ничем не зафиксирована Она просто находится на очень тонкой игле И за счет этого очень нежная в своих разворотах Также у нас есть два жидкостных компаса Модели американской и так называемые артиллерийские У них есть свои преимущества Но для нас, как для людей, которым нужна навигация на местности То есть на поле Нам нужно дойти из точки А в точку Б Для этого нам нужен компас не артиллерийский А так называемый маршевый То есть тот компас, который нам позволит Очень эффективно, удобно обращаться с картой И тот, который позволит удобно брать Нужный так называемый дирекционный угол Вот, в данном случае это компаса Советский компас Сокол Это, если я не ошибаюсь Либо китайский компас очень дешевый Либо это МТАК производство Для начальной стадии и для стадии обучения он вполне подойдет Вот, и более профессиональный компас Дорогой шведский Дорогой Относительное понятие Вот, но главное, что он качественно сделан И проживет у вас довольно долго Если использовать с умом Это компас компании Сильва Модель 3NL Вот, в данном случае он у нас эталонный Потому что он показывает наиболее качественное направление Вот, также у нас есть часы На это Garmin Я, скажем так, в этом плане немножко консерватор И я считаю, что если вы не умеете пользоваться картой и компасом И шагомером То такая новомодная штука, как Garmin Вам не поможет Но есть люди, которые без вопросов берут с собой такие часы В том числе и Серега Вот, которые помогают ему И никогда его не подводили В них тоже хороший качественный компас А также в нем есть GPS-трек Также мы можем говорить о том, что GPS-трек Карта и компас Все у нас есть на наших мобильных телефонах Но в некоторых условиях Наших выполнения, скажем так, задач Которые мы перед собой ставим Непозволительно использовать телефоны Потому что телефоны имеют свойство садиться А также они подают сигнал По которому нас могут вычислить Вот, нежелательные, скажем так, люди Наши товарищи, которые сидят за аппаратурой И смотрят, нет ли каких лишних сигналов в эфире Итак, давайте начнем Прежде всего, если мы говорим про работу с компасом на местности И нам нужно дойти из точки А в точку Б То мы должны говорить о том, что мы используем компас в связке с картами Какие карты у вас могут попасться? Первое, это карты генштаба Это военные карты У нас сейчас в интернете можно найти максимум 1 к 100 Насколько я понимаю, все мелкие карты крупномасштабные Они ушли, скажем так, в запрет И вот я сейчас распечатал вам пример карты С масштабом 1 к 100 тысячам Сотка так называемая Вот как пример карты Данная карта 1 к 50 тысячам Это старая карта у меня завалялась Поэтому я могу ее сейчас вам показать Это масштаб в два раза крупнее, чем 1 к 100 Соответственно, вы можете обратить внимание У нас есть область Это запорожская область Значит, у нас есть отдельный элемент на карте Так называемый точечный ориентир Это вот такой вот своеобразной формы Железная дорога И здесь она в два раза меньше, чем здесь Это тот же самый участок Просто для того, чтобы нам было удобно Второй тип карты, который нам может попасться Это если вы распечатаете непосредственно снимки со спутника Сейчас это вперед и с песнями Можно сделать с любого компьютера В любом магазине, где вы можете позволить себе распечатку Она будет черно-белая или цветная Абсолютно без разницы В данном случае это совершенно некачественная цветная Но мы можем примерно ориентироваться О том, как это все выглядит на местности Или выглядело в ближайшие годы То есть, если мы возьмем вот данный участок То здесь мы видим просто обозначение, что это сад А со снимка на спутнике Мы можем видеть тот же самый участок И мы можем видеть, что здесь у нас более густая растительность Здесь у нас менее густая растительность Где у нас прокладины тропинки какие-то Где у нас совсем голая местность И как у нас дорога соприкасается с лесополосой На карте мы этого не увидим И самое последнее, что вам может попасться Или наиболее распространенное Смотря у кого какие условия Это карта туристическая Обычно туристические карты Они более мелкомасштабные И в данном случае тот же самый участок местности Вот эта вот странная железная дорога по форме Она у нас, вы сами видите, какая маленькая И далее мы переходим к тому Как же это все на практике будет работать Итак, для начала рассмотрим самый простой Который вы можете найти даже у нас на LX Самый дешевый компас Адрианова Многие его хвалят, но сейчас его уже недостаточно Это довольно старая модель Она имеет ряд преимуществ, недостатков То есть преимущество у них одно Они обычно очень долго работают И обычно очень дешевые Из недостатков все остальное Значит, компас, как вы видите, выглядит как круглый предмет Без каких-либо насечек в плане, например, линеек Или возможности, он непрозрачный То есть мы не можем сориентироваться, что под ним То есть сравнивая, например, с дешевым китайским компасом Под ним мы можем посмотреть, где конкретно Какая часть местности находится Плюс, располагая его вдоль карты Мы можем сориентировать по таким полоскам Где у нас конкретно линии на самой карте Мы можем видеть, потому что компас прозрачный На компасе Адрианова мы это сделать не можем Это минус компаса Адрианова Далее, когда мы оказались на местности Мы должны сориентироваться Так называемый азимут найти Любого предмета, точки на карте Того же самого себя Мы должны понимать направление И у компаса Адрианова изначально здесь был целик и мушка Которые со временем обломались Это выпирающие части, которые, к сожалению, если он у вас даже в кармане лежит Вы как-то упали, неудачно положили Лямкой рюкзака на него нагрузили И все, и они сломаны Вот что с ними стало, вы можете видеть Да, далее как он действует Мы направляем его на какую-то цель Он нам показывает сразу же азимут И мы фиксируем фиксатором стрелки Для того, чтобы определить точно После этого нам нужно с ним идти И как только мы снимаем фиксатор То у нас сразу же стрелка сбивается И нам нужно каждый раз его поправлять Также сама стрелка, она крайне чувствительна Но у него есть таким образом и ряд преимуществ Как вы видите, если я разворачиваю компас Для того, чтобы проверить, как правильно ли у вас компас показывает Вы можете развернуться на месте влево или вправо И обратить внимание на стрелку Если стрелка остается на месте Или быстро позиционирует себя То значит компас у вас хорошо настроен Или он, скажем так, чувствительный Это плюс несомненный Но на этом плюсы заканчиваются Теперь есть некий момент Если вы не знали, компаса очень хорошо реагирует На все предметы, которые магнитятся В данном случае у нас нож Если мы компас расположим близко к ножу Как вы видите, он начнет себя вести неадекватно В данном случае у нас, скорее всего, стол стоит не очень ровно Поэтому компас так себя ведет Это один из элементов компаса Которые нам необходимы для маршевых компасов То есть это угол, при котором компас будет себя адекватно вести Смотрите Сейчас стрелка стоит в более-менее горизонтальном положении Поэтому как бы я компас не крутил Стрелка будет показывать правильное направление Но стоит мне изменить угол самого компаса И стрелка уже не будет вести себя так же Как видите, она сейчас показывает не туда Компас не дает при таком угле Нам адекватно показывать То же самое, если мы поднесем металлический предмет Сейчас я положу компас на поверхность Значит, если мы подносим предмет Стрелка изменяет свое направление И как вы видите, стрелка не возвращается на место Этот компас не пригоден для использования в полях Как минимум тем, что его угол недостаточен Для того, чтобы объективно оценить В каком направлении мы сейчас смотрим Кроме того, он лишен полностью Каких-либо ориентировочных размеров Той же самой планшетки Вот такой И по которой мы сможем, во-первых Спозиционировать компас абсолютно параллельно карте Для того, чтобы спозиционировать саму карту Относительно севера То, что нам нужно будет сделать в самом начале У нас с этим компасом сделать такое не получится Откладываем его в сторону Идем дальше У нас есть два представителя артиллерийских компасов Данные компаса сделаны по так называемой американской модели То есть у американцев эти модели распространены И чем они хороши или плохи У них есть свои элементы прицеливания Это у нас мушка Это у нас целик Когда нам нужно проверить Необходимый нам азимут На цель То мы складываем целик с мушкой В одну линию И смотрим на какой-то объект Например, это дерево, здание Или там часть реки И таким образом мы узнаем Наиболее точный азимут Также, что у этого компаса хорошо Здесь сразу же циферблат расположен возле стрелки Поэтому нам не нужно В отличии Давайте я сравню Вот у нас компас планшетный Если мы смотрим, например, на какой-то предмет И сейчас у нас показывает направление 40 Мы север совмещаем с севером И у нас показывает направление сейчас 310 примерно Вот азимут у нас будет 310 Здесь же Если мы располагаем этот компас Сейчас они показывают в разные стороны Потому что, скорее всего, пока я их вез Они у меня намагничены Здесь же Сетка расположена таким образом Непосредственно на самом компасе Что мы можем сразу же увидеть азимут Нам не нужно совмещать север с севером Это дает нам ряд преимуществ И ряд недостатков Если нам нужно более точное указание Например, какое нужно артиллеристам Для наведения тех же самых минометов То вот этот компас подойдет Но если нам нужно ориентироваться на местности Для передвижения То этот компас нам не подойдет Обращаю ваше внимание Если мы подведем к нему точно так же металлический предмет То сам циферблат очень долго будет восстанавливаться на цели А нам необходимо постоянно держать азимут при движении И таким образом этот компас будет нас постоянно задерживать Он более плавный, благодаря более тяжелому циферблату и стрелке И более точный Но он избыточен Эта точность избыточна для передвижения Если мы обратим внимание на самый дешевый китайский компас То стрелка у него движется легко Мы подвели, убрали И стрелка вернулась на место И таким образом, если мы идем У нас компас в руках трясется и теряется Мы его остановили и он быстро вернулся В том же самом направлении, которым нам надо Подобный компас Он будет Мы его повернули Мы его развернули И мы ждем, пока он медленно-медленно вернется на свою позицию В данном случае это тепличные условия Разница невелика Но если вы будете сравнивать их на поле То разница будет разительная Данный компас, данная модель Ничем технически не отличается от предыдущей За исключением тем, что это сделано менее качественно Скорее всего это китайский Я не помню, кто фирма-производитель Может быть тот же самый Да, какой-нибудь китайский Китай Что можно отметить из плюсов этого компаса? Мы можем отметить то, что у нас есть В отличие от компаса Адрианова Как минимум линейка С помощью которой мы можем удобно расположить компас относительно карты Линейка это 1 к 25 Но вряд ли вы найдете такой масштаб Вам нужно будет всегда ее масштабировать Если мы возьмем этот компас То здесь у нас линейка есть К 1 к 25 и 1 к 50 Вот 1 к 50 нам уже более приемлемо Если мы берем карту 1 к 50 То мы сможем сориентироваться сразу же Сколько у нас расстояния от одного объекта до того Например, если нам нужно померить расстояние Которое нам надо пройти от угла данного лесного объекта До, например, железной дороги Мы приложили, мы точно знаем Сколько здесь В зависимости от масштаба Значит, на этом Пожалуй, все Кроме того, что этот компас довольно надежный С виду только Вот данная конструкция Если вы его несете вот так Это неудобно Как я уже сказал Он плюс еще и медленно разворачивается Если вы его постоянно закрываете Открываете То вот эта часть у вас разбалтывается И вам нужно для того, чтобы воспользоваться преимуществом данного компаса Вам нужно уже будет придерживать вот эту часть И из фичек еще этого компаса Он имеет подсветку Вот это действительно очень удобно В темное время суток Подсветка Это просто незаменимая вещь Особенно, когда вы не имеете права Скажем так, светить свою позицию Итак Теперь продолжим следующее Значит, у нас есть три планшетных компаса Разных, скажем так Весовых категорий И я постараюсь объяснить их отличия Чем тот или иной Плох или хорош Значит, начнем мы с самого дешевого китайского Значит, чем он хорош Да Это планшетник У него есть линейка с одной стороны У него есть масштаб 1 к 50 Один из самых распространенных с другой стороны Вот У него есть линии направления, как вы видите На самом циферблате То есть им довольно удобно пользоваться И у него есть вот эти зеленые маркера Которые нам помогают в темное время суток Если вы немножко посветите на них фонариком То они у вас будут работать некоторое время Но так как это дешевый китайский Только некоторые, к сожалению Вот Значит, мы можем спозиционировать его на карте Относительно линий Да? И расположить карту относительно севера Вот так вот Значит Сразу скажу, если я еще не говорил Планшетный компас вот такой Это самый удобный компас для использования его с картой А также это один из самых удобных компасов Для того, чтобы идти и держать направление Есть специальные пальчиковые компасы Они вот так на палец крепятся Например, есть я видел компаса, которые вместо часов крепятся И те, и другие имеют ряд недостатков Например, нам, если держать оружие в руках То пальчиковый компас вообще неприменим Значит Идем дальше Теперь, что касается самого компаса Первое От использования, как вы видите Циферблат разболтался настолько Что он уже люфтит внутри своей позиции Невероятно Плюс Как отличить компас хороший от компаса плохого Первое Вот мы его развернули Он вроде бы стал в том же самом направлении, в котором он был Это происходит довольно быстро Но теперь обращаю ваше внимание Сейчас стрелка у нас указывает примерно на 60 градусов Смотрите, что происходит Я подношу нож И стрелка возвращается на 62 градуса Я подношу другой предмет опять Так, чтобы стрелка сменила свое направление И стрелка показывает у нас 58 А сейчас 70 К сожалению, качество самого компаса Оставляет желать лучшего И данный компас будет давать вам погрешность Даже при идеальных условиях Постоянно разную То есть он будет показывать на плюс-минус 2 градуса В разные стороны А 2 градуса на 1 километре Это у нас получается уже Ну, сколько, 50 где-то Ну, очень большое расстояние А если это густая лесистая местность То вы объект или точку пропустите Идем дальше Советский компас Сокол У нас есть линейка Понятное дело, что мы можем расположить его параллельно карте У нас есть хорошие ориентировочные линии Которые позволяют нам сориентироваться В какую конкретно сторону смотрит наш циферблат Плюс развернуть его И повернуть сам компас Благодаря вот этим двум линиям Тоже он дает возможность Совместить север с севером Если это надо И узнать в каком направлении Мы конкретно сейчас смотрим То есть азимут в данном случае У нас составляет опять-таки Те же самые 310 градусов Вот Он неплохо сделан из качественного толстого пластика И он не скользит по бумаге Благодаря вот таким вот резиновым вставочкам Из определяющих элементов У него есть линейка Которая короче, чем здесь Это плохо И второе У него есть масштаб 1 к 15 тысячам Который сейчас практически не используется То есть это чисто спортивный компас Для гражданского ориентирования Либо для туризма Для таких совсем уж маленьких масштабов Даже не знаю Теперь перейдем к данному компасу Здесь у нас есть линейка Да, это неплохо Но она короткая Это минус Здесь у нас есть Первое Масштаб 1 к 50 тысячам И масштаб 1 к 25 тысячам То есть данный компас у нас подойдет Как для карт Более крупных Для тактических Так и для карт Более оперативных То есть мелкого масштаба Далее Обращаю ваше внимание На элементы управления Самим компасом Если мы располагаем его Параллельно карте Да И Ложим относительно Севера Точнее как Оно у нас вот лежало вот так Да Мы ложим Поворачиваем Его вбок Ну в данном случае Он у нас показывает 320 Но как я и сказал Что скорее всего Это вот этот компас врет Потому что он Как более дешевый Подвержен намагничиванию От сторонних предметов Больше Значит у нас есть Очень удобная площадка По которой мы ориентируемся Когда идем Данная площадка Если я не говорил Позволяет нам более качественно Держать азимут Если мы идем в конкретном направлении Наша стрелка будет постоянно в площадке Значит мы Держим правильный азимут Кроме этого У нас есть Сами элементы направления Когда мы выносим компас на цель Данную стрелку Очень хорошо видно Кроме этого В самой конструкции компаса Предположен вот такой вот Резиновый кружок Который исключает Какие-либо люфты Самого компаса при движении В отличии от того же самого Вот этого Где эти люфты прям Очень заметны Кроме этого Если мы Сейчас положим его Абсолютно на север Да Спозиционируем И Поднесем металлический предмет Сейчас он у нас Спозиционируется Я его криво положил Поднесем металлический предмет Стрелка изменит свое направление Но она быстро вернется В абсолютно верное положение Поднесем предмет с другой стороны И стрелка опять вернется В абсолютно верное положение Данный компас Сделан с конструкцией Насколько я помню С активным тормозом Поэтому Он позволяет стрелке Во-первых Позиционироваться Очень точно Во-вторых Довольно быстро То есть нету колебаний Ну и понятное дело Что этот компас Стоит в 10 раз дороже Чем Вот этот Но этого для ориентирования На начальных этапах Вам с головой хватит Теперь Что касается часов С компасом И с навигатором Конечно Это крайне удобное Устройство Для того Чтобы ориентироваться Считать свои шаги И Записывать свой трек И Обращаю ваше внимание Что это устройство Точно так же подвержено Подношению Каких-либо Металлических предметов К нему Скорее всего Эти часы Будут работать Не как самостоятельный элемент То есть они не будут Заменять компаса И карты В вашем инвентаре Они скорее будут Их дополнять То есть это будет Дублирующий элемент Потому что Часы вы не можете Снять с руки Для того чтобы Положить на карту Вы Не очень вам будет удобно Позиционировать Часы Относительно карты Потому что Они сами по себе Не предполагают Точно То есть у них Такая же проблема Как и у компаса Адрианова Они круглые На них нет никаких Обозначений Точно так же С помощью часов Вы не сможете На карте Посмотреть Какая у вас Дистанция От одного объекта До другого То есть какую вам Нужно дистанцию Пройти Вы можете на часах Это указать Только в самом Навигаторе Но Сам навигатор Вы не можете Вынести И посмотреть На Большом Скажем так Формате В этом плане Гораздо удобнее Будет пользоваться Навигатором Хотя бы на Мобилке То есть где у нас Карта Имеет довольно Большой Масштаб Мы можем Это удобно Для себя Раскрывать И смотреть Какие объекты Вокруг Плюс Самой картой Пользоваться Гораздо удобнее Вот Поэтому Часы Как самостоятельный Элемент Я использовать Не рекомендую Конечно Если у вас Местость простая И вы точно знаете Где вы находитесь То часы Будут Просто облегчать Вам жизнь Вы будете Быстрее ориентироваться Итак Подведем итоги Компаса Как и любые предметы Имеют свою специализацию Если мы Сравним Компаса С оружием То От автомата Калашникова Мы не будем Требовать Работы В сфере Высокоточного Оружия Но Стрелять Он будет Хорошо И попадать В цели В рамках Своих Каких-то Задач Поэтому Любой Компас Подойдет Вам И поможет В ориентировании Конечно же Но с некоторыми Моделями Вам будет Сделать это Однозначно Гораздо Легче Если мы Говорим Про то Что вам Нужен Компас Для ориентирования То вы Должны Выбирать Компас По следующим Критериям Первое Этот компас Элементы У себя На конструкции Например Хотя бы Линейку Масштаба И обычную Линейку Этот компас Должен иметь Удобные Прицельные Приспособления Для определения Азимута Этот компас Должен быть Точный В определении Азимута И не давать Погрешности Если К нему Подносить Какие-то Металлические Элементы Я вам Порекомендую Если вы Хотите Купить себе Компас Просто Прийти в магазин Взять модель Компаса Положить его На стол И поднести К нему Нож Ключи Например И проверить Насколько точно Стрелка Возвращается В том же Направлении В котором Она была Также Этот компас Не должен быть Особо тяжелый Лучше взять Два одинаковых Компаса Если у тебя Один сломается Чем Например Тот же самый Артиллерийский Компас На компасе Стрелка Должна Быстро Возвращаться На свою Позицию Для того Чтобы Более Эффективно И Быстро Соответственно Вы могли Вернуться На тот Азимут Который Вам Необходим Ну вот В общем То и все Я надеюсь Что данное Видео Было Для вас Полезным Подписывайтесь Ставьте Лайки И Оставайтесь С нами Всем пока